Я тут вещи раскладывал в нижнем ящике комода, а теперь почему-то колени болят. Да так что спасу нет, проклятый комод. И зачем я туда полез? Ну, видимо, надо смириться, это уже возраст. Знакомо? Многим знакомо. Но по признанию специалистов, проблемы с коленями знакомы и тем, кому на возраст еще жаловаться не положено. Так кто же виноват? В этом можно не поверить, но виновникам боли в коленях очень часто становится неправильная поза. И травматологам давно об этом уже известно. Речь в первую очередь идет о сидении на корточках. В коленном суставе находятся два мениска, которые обеспечивают роль прокладок между костями, амортизацию и подстройку одной кости к другой. Когда мы садимся на корточки, задние отделы менисков находятся в очень невыгодном сдавленном положении. Нагрузка на задний рог внутреннего мениска многократно усиливается. И если долго сидеть на корточках, а потом резко встать или сделать какое-то неловкое движение в этой позе, то можно услышать характерный хруст и почувствовать острую боль. Впрочем, боль может возникнуть и без щелчка, и беспокоить она будет очень долго. Для пожилых людей или людей с большим весом не обязательно садиться на корточки, чтобы травмировать мениск. Достаточно сесть на низкий диван или банкетку. Поэтому лучше выработать у себя привычку избегать низких диванов и не сидеть на корточках. Абсолютно уверен, что кто-то из телезрителей возразит, на корточках не сидел, низкого дивана у меня нет, а колени все равно болят. Так и поза на корточках не единственная в ряду тех, что может довести колени до ручки. Век телескопических швабр и роботов-пылесосов, способных пролезть в любую щель, взять в руки половую тряпку, иногда все же приходится. И беды в этом никакой нет, если не становиться на коленях. Потому что в этом случае страдает передний отдел коленного сустава. Избыточное давление испытывает собственная связка надколенника и жировое тело сустава. Надколенник сзади покрыт хрящом, и ответная часть бедренной кости тоже покрыта хрящом. И когда вы упираетесь коленом-суставом в пол или любую твердую поверхность, появляется высокий риск повредить хрящ. Для позы лотоса наши ноги и колени тоже не предназначены. А йоги сидят и ничего. Или это только кажется? Человеческое тело имеет фантастические возможности, если долго-долго тренироваться. И если йогой вы начали заниматься очень давно, и позе лотоса пришли постепенно, то, возможно, колени это и переживут. Но если вы и начали только-только заниматься, и хотите как можно скорее вывернуть свои коленные суставы в заветной асане, то ни к чему хорошему это не приведет. Друзья, любите себя, свое тело, и не требуйте от него невозможного. И тогда не только колени скажут вам спасибо. С вами был Павел Дикон и программа Евразия. Познаем вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова